Одной из самых точных иллюстраций жизни человека, если мы попытаемся жизнь человека с чем-то сравнить, это иллюстрация пути. Жизнь — это путь во времени. Человек идёт во времени, преодолевает нечто в своей жизни, и мы могли бы это назвать путём. Даже неверующие люди, не только христиане, но и неверующие люди соглашаются с тем, что жизнь — это путь, и говорят, что жизнь прожить — это не поле перейти, то есть сравнение идёт с каким-то путём, это долгая дорога. И вот, продолжая дальше развивать вот эту символику, мы попробуем в свете Библии увидеть, что жизнь можно прожить, идя двумя разными путями. Это совершенно противоположные пути, они идут в разные совершенно направления, эти пути. Один путь — это добрый путь, и обычно этот путь к Богу обозначается путём вверх. Ну почему? Потому что вы помните, когда Христос отправлялся к Отцу, к Богу Он сказал «восхожу». То есть восхожу — это куда? Вверх. А когда речь идёт о сатане, то сказано, что сатана не спал с небес. Поэтому путь к Богу обозначается путём вверх, а путь к дьяволу, в преисподнюю, обозначается путём вниз. Я не сторонник, конечно, этих символов, но тем не менее хочу заострить ваше внимание на православный крест. Помимо креста, там есть ещё вот такая наискосок забитая досточка. Она символизирует, она имеет смысл. Символ её следующий, что в зависимости от твоего решения и принятия или отвержения того, что произошло на кресте, твоя дорога будет либо на небо вверх, либо в преисподнюю в ад. Вот такой смысл. Это действительно так. От того, как мы принимаем или отвергаем Христа, отвергаем или принимаем истину, зависит наш путь, куда он пойдёт, вверх или вниз. Священное Писание говорит нам, что все люди, живущие на земле, сделают осознанный выбор. Вот каждый сделает свой осознанный выбор. И пойдёт по тому пути, который он и избрал. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, 13-14 текст, Иисус говорит об этих двух путях. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие, к сожалению, многие идут ими, потому что тесны врата, узок путь, ведущий в жизнь, а тут немногие находят этот путь». В Откровении, в 22 главе, в 11 стихе сказано, что люди, идущие этими путями, это будет видно в их жизни, что каждый идёт каким-то своим путём. А святом сказано, что он что будет делать? Освящаться ещё, творить правду, а нечестивый будет творить зло, грех, и становиться всё хуже и хуже, оскверняться от своего греха. И вот если бы мы воспользовались с вами духовным телескопом, Словом Божиим, духовным телескопом, и повнимательнее бы, навели бы резкость на эти два пути, то мы бы заметили, что это не просто монотонная дорога. Оказывается, что путь к Богу, что путь в преисподнюю, к дьяволу, он имеет ступени. Ступени вверх и ступени вниз. О добром пути, об этом возрастании в Боге написано, что от славы в славу, от ступени к ступени, как от Господня Духа мы преображаемся. И этот путь очень хорошо описан апостолом Петром. Обычно, так как апостол Петр описал этот путь, то называют это лестницей Петра, где человек возрастает в Боге. Во втором послании Петра, в первой главе, мы читаем с вами с 3 по 7 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Заметьте, вверху, на верхней ступени, что должен человек обрести? Стать причастником божеского естества. Вот это цель вот этой лестницы, куда мы должны прийти в конце концов. «Удалившись от господствующего в мире растление похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь». Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успехов и плода познания Господа нашего и Иисуса Христа. Итак, ступенька. Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Венцом или последней ступенью является что? Любовь. Потому что она в свете Библии является совокупностью всех совершенств. И веры, и добродетели, и рассудительности, и терпения — это совокупность всех совершенств. Любя Бога от всего сердца и ближнего, как самого себя, человек становится причастником Божеского естества. Запомните, братья и сестры, любя Бога от чистого сердца и ближнего, как самого себя, человек, соблюдая 10 заповедей, которые являются копией Божьего характера, соответственно, человек становится причастником Божеского естества. и удаляется от господствующего в мире растления похотью, потому что он не грешит, он не нарушает закон Божий. В первом послании Иоанна, 4 главе 16-17 стих, об этом сказано так. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь». А теперь заострите внимание, это Бог, это его естество. «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, в этом человеке». «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как Он поступал». Итак, «Прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Христос о своих деяниях сказал следующее. «Дела, которые я творю, творит Отец, пребывающий во мне». Отец, пребывающий во мне. То есть, тот, кто пребывает в любви, тот преображается в образ Сына Божия. Он творит те дела, которые творил Сын Божий. Он возрастает от славы в славу Сыну Божию, и он уже становится причастником какого естества. То есть, написано, поступаем в этом мире так, как Он поступал. Так, как Он поступал. То есть, человек обретает Божье, вот как мы говорим, причастник Божьего естества становится. О добром пути можно говорить всю вечность. И, наверное, в вечности мы будем много говорить об этом славном пути, возрастании, об этой славе. Но сегодня я хотел бы с вами поговорить не о добром пути. Хотелось бы сегодня поговорить о плохом пути, о злом пути, о том пути, который ведёт, к сожалению, к погибели. На нём, как я уже говорил ранее, тоже есть ступени, но их не так много, их всего три. Всего три ступени, и ты уже в аду, ты уже погибший человек, ты наследуешь смерти. Всего три ступени, их достаточно, чтобы быть низвергнутым в ад. Мы рассмотрим этот путь для того, чтобы увидеть, как сатана губит людей на этом пути, как он их ловит на этом пути. И мы поймём, что познание Бога — это долгий путь, очень долгий путь, многоступенчатый путь. А путь погибели, он очень короткий, потому что там познавать особо-то и нечего. Это отвержение истины. И всего три ступени, причём третья ступень, она называется смерть. Уже третья — это уже смерть. Всего три ступени. Из проповеди мы должны с вами понять, что нужно нам обязательно противостать дьяволу, и чем быстрее, тем лучше. Потому что три шага — это не так много. Причём я говорю, третья — это уже смерть. Это совсем короткий очень путь. Где ещё не поздно нам одержать победу? Где ещё не поздно нам остановиться так, чтобы не скатиться до последней ступени под названием смерть? Эти ступени тоже поэтапно описаны в Священном Писании, и описаны они Иаковом. Иаков, открываем с вами первую главу. И здесь в первой главе 14-15 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Посмотрите на эти три ступени. Первая ступень — это когда искушение приходит от похоти, то есть от желания человека. Искушение соединяется с желанием человека. Это приводит к греху, следующая ступень, а грех уже приводит автоматически к смерти. Как коротко, как быстро. Вы удивляетесь, что такой короткий путь к погибели? Но давайте вспомним Еву у запретного дерева. Что мы можем сказать? Священное Писание говорит, что она возжелала, это была похоть, это было желание. Она съела, то есть искушение соединилось с ее собственным желанием, с ее похотью, вылилось в действие, и в результате она умерла. Был вынесен приговор. Достаточно всего трех шагов от Бога и вечная погибель. Полное прекращение существования личности, индивидуума. Лишение себя возможности наслаждаться этим Божьим творением, чувствовать себя частью этого творения. Я вам скажу, что это прекрасно быть частью Божьего творения. Видеть этот мир, как пишет апостол Петр, любить жизнь. Любить жизнь, наслаждаться цветами, солнцем, людьми, общением. И ничего этого не будет. Тебя просто не будет. Прекращение, полное прекращение существования. Что же такое грех или вторая ступень, которая ведет к смерти, к третьей ступени? В первом послании Иоанна, в третьей главе, в четвертом стихе сказано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие». Апостол Павел в послании к римлянам, в седьмой главе, в седьмом стихе, говорит, что «я не иначе узнал грех, как посредством закона». То есть нарушение воли Творца, которое выражено в десяти заповедях, это является грехом. Если ты стоишь на второй ступени, если ты стоишь на второй ступени и грешишь, то я вам скажу, что не надо думать, что у меня есть еще в запасе еще одна ступень. Ее нет. Потому что практически, став на вторую ступень, ты тут же упал и на третью. Там практически ничего нет в промежутке. Почему? Потому что римлянам 6.23 «возмездие за грех – смерть». Возмездие за грех – смерть. То есть, иными словами, не подумайте, что если мы будем грешить, пребывать во грехе, то каким-то образом мы наследуем Царство Божие, потому что мы еще не ступили на ступеньку смерти. Нет. Весь вопрос – это только во времени. Во времени, когда осуществится приговор, вынесенный тебе за грех. Вопрос только во времени. Но то, что ты заработаешь третью ступень – это однозначно. Вспоминайте Еву. Когда Ева сорвала запретный плод, она тут же не умерла. И даже более того, как говорит Дух Пророчества, в глазах Адама она выглядела еще прекраснее. Даже еще прекраснее, чем она была до согрешения. Но заметьте, что приговор был произнесен до срывания запретного плода, и как только она сорвала, он вступил в силу, независимо от того, как выглядела Ева. Независимо от того, озвучил ли Бог этот приговор еще раз. Но он уже вступил в силу, ибо был сказан до срывания запретного плода. В результате, как только Ева сорвала запретный плод, то она в тот же момент потеряла бессмертие. Все. Грех, а соответственно уже что? Смерть. Она не могла вернуть себе бессмертие. Все. Иными словами, третья ступень – это автоматическая награда за то, что ты встал на вторую ступень. Это награда тебе. Тебя уже как на эскалаторе туда стащат на третью ступень, если ты живешь во грехе. Поэтому наивно полагать, что находясь на второй ступени, живя во грехе, мы будем спасены в день второго пришествия. Вспоминайте, что сказано в книге Откровения, 22 глава, 11 стих, что от престола Божия будет сказано «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще и сквернится». А какой же конец того, кто делает неправду? Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих, апостол Павел четко говорит, «Что ожидают тех, кто делает неправду?» В римлянам 1, 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Что открывается с неба? Гнев на всякую неправду человеков. А неправедный пусть делает еще неправду. Так что он пожнет, этот человек? Он пожнет гнев Божий. Наказание. А наказание за грех – это смерть. Всякая неправда – это грех. Мы видим с вами, что на пути погибели уже вторая ступень или сделанный грех не сулит ничего, кроме смерти человеку. Значит, остановиться нужно не на второй ступени. Остановиться нужно на первой ступени, как многие думают, это искушение. Само по себе искушение еще не является грехом. То есть, иными словами, если вас окружает искушение, и вы чем-то искушаетесь, это еще совсем не значит, что вы ступили на первую ступень. И тут уместно было бы вспомнить нам жену Патифара и Иосифа, что произошло между ними. Жена Патифара было искушение для Иосифа. Но скажите, стал ли Иосиф на первую ступень? Не стал. Он вообще не стал даже на эту ступень. Почему? Потому что он говорит, как же я согрешу пред Богом. Он даже мысли такой не допускал. И вот заметьте, апостол Яков говорит, только тогда, когда похоть или желание человека сближается с искушением, будьте внимательны, до интимной близости, только тогда, когда похоть и желание человека сближается с искушением до интимной близости и становится одним, целым, вот только тогда они рождают между собой что? Грех. Вот я же к этому сейчас и подойду, однозначно, вот только тогда это становится грехом, рождается грех. Уверяю вас, что тот, у кого похоть и желание слились с искушением, тот не победит искушение, он уже побежден этим искушением, оно уже стало частью его желания, он уже грешит в разуме своем и в сердце своем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 27 и по 30 стихи. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуя, это не просто написанные слова, а дальше написано. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал, это уже свершившийся что? Факт, в глазах неба это свершившийся факт, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все твое тело было ввержено в гиену. То есть, заметьте, что Христос говорит, что посмотревший на женщину, хотя и не имевший с ней никаких отношений физических, но если он в мыслях это допустил, его удел гиена. Он говорит, вырви, а иначе пойдешь в гиену. То есть, если не прекратится в мыслях и в глазах это созерцание, чем все закончится? Закончится все гиеной огненной. Поэтому только тогда, еще раз повторю эту мысль, только тогда, когда похоть или желание человека сливается с искушением до интимной близости так, что зачинает вместе грех, вот они все, соединились, вот только тогда ты можешь уже понимать, что ты не противостоишь. То есть, нужно не допустить вот этой близости твоей плоти или твоих мыслей и желаний с чем? С искушением, не допустить. Так где надо останавливаться? До первой ступени. До первой ступени. Потому что на первой ступени похоть зачавшая, она уже в искушении погибает. То есть, человек уже погибает в искушении. Итак, многим очень трудно понять духовные советы Христа относительно вырванных глаз, покалеченных ног, рук и так далее. Как-то они говорят, ну что же это такое, ну что за членовредительство? Дело в том, что духовный человек, он поймет, что Христос имел в виду, что победить грех можно только тогда, когда ты удалишь причину. Победить грех можно только тогда, когда ты удалишь причину. Не имея глаз, которые тебя соблазняют, ты будешь свободен от соблазна. То есть, речь не идет, как я уже говорил, о членовредительстве, потому что можно быть и слепым, и прокручивать в уме порнографию. Речь идет о членовредительстве. Если вот вы выкалите себе глаза, и все, и вы свободны от всего. Речь идет совсем о другом. Речь идет о болезненной операции, удалении больного органа, духовно больного органа, связанного с разумом человека. Слышите? Речь идет о болезненной операции, удалении духовно больного органа, связанного с разумом. То есть, лечить что надо? Разум. А еще точнее, в свете Библии мы говорим, что лечить надо дух человека. Лечить надо дух человека. Почему рука может погладить ребёнка, и эта же самая рука может взять и убить ножом этого же ребёнка или задушить его? Та же самая рука, тот же самый человек. Что происходит? Сама ли рука творит сие, или же всё дело в духе человека? Всё дело в духе человека. Библия утверждает, что искушения приходят не от глаз, не от рук, не от ног. А искушения приходят, а это только инструменты, а искушения приходят от похоти человека, от греховных чувств и греховных желаний. То есть желание, дух человека, вот он его толкает на это, а я хочу вот это, а я буду вот это. А раз я хочу, то я направляю глаза куда хочу, руки туда хочу, и делаю что хочу и что мне нравится. Дух человека управляет членами тела человеческого. Слово Божие говорит, что они настолько властвуют над человеком, над его органами, вот эти желания, чувства человека, что человек практически не сопротивляется, не сопротивляется. Ему очень легко в этот момент пасть, потому что у него искушение внутри сидит. Внутри сидит этот грех, и соединяясь с внешним искушением, это просто происходит слияние. То есть как свинья ищет что? Болот, болото. То есть свинья ищет болото. Почему она ищет болото? Потому что она свинья. Все очень просто. Как же победить в таком случае? Было бы неплохо поменять природу. Как было бы прекрасно, если бы мы падшую природу поменяли бы на святую. Но какой смысл вы вкладываете в слово природа? Новое тело, лишенное морщин, лишенное старости, молодое, энергичное, не болеющее, не стареющее, давление, как у космонавта, зрение, как у орла. Да, что мы подразумеваем под новой природой вообще, собственно говоря? Новое тело, но приведет ли это к святой жизни? Приведет ли новое тело к святой жизни? Ева согрешила в святом теле. Ева согрешила в святом теле. Когда она срывала запретный плод, в каком теле она находилась? В святом. Не было ни морщин, ни старения, ни болезней. Она не была грешницей, а ее сделали потом как бы святой. Она была святой по происхождению. Но тем не менее она сорвала запретный плод. И из этого мы видим, что, оказывается, и в святом теле можно находиться, но при этом это приведет тебя к чему? К согрешению. Потому что имея святое тело, это не значит, что ты имеешь святой дух. Вот почему пророка Исаия в 26 главе, в 10 стихе, сказано, и нам понятно, почему даже несмотря на то, что мы бы хотели, чтобы многие были бы спасены, и Бог этого хочет, но невозможно всех спасти по причине несвятого духа. 26 глава пророка Исаия, 10 стих. Если нечестивый будет помилован, почему он нечестивый? У него дух какой? Дух нечестивый. Это свинья. Мой ее, не мой. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, и будет злодействовать в земле правых, и не будет взирать на величие Господа. Он и там будет пытаться что делать? Уверяю вас, что очень многие начнут расковыривать асфальт небесного Иерусалима. Почему? Потому что он сделан из чистого золота. Дух. Дух человека такой, сам по себе. Мудрый Соломон написал в притчах, 18 главе, 14 стих. Притча, 18 глава, 14 стих. Послушайте. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? О чем говорит мудрый Соломон? Он утверждает, что если дух человека здоров, то любую физическую немощь, как мы уже сегодня приводили в субботней школе примеры раковых больных, тело умирает, человек раковый больной, а он что делает? Его дух здоров. Он подкрепляет людей других. Павел идет на казнь, дух его здоров. И он не боится лишиться сейчас тела своего и умереть. Его дух бодр. Поэтому и сказано в Священном Писании, что здоровый дух человека переносит любую немощь физическую. И наоборот. А если болен дух, то даже находясь в святом теле, что и произошло с Люцифером, что написано? Внутри возгордилось сердце твое, тщеславие поразило тебя, и ты погубил мудрость свою. Все свое совершенство, которое ты имел, потерял его. Осеняющий херувим. То есть, очень важно нам понять, что польза от бессмертного тела для грешного духа никакой абсолютно. Перед вами будет стоять грешник в бессмертном теле. По аналогии с сатаной. Сатана сегодня бессмертен. Он не умирает, как мы люди, подобно нам. И пока Бог ему не положит конец, он будет обладать бессмертием. Пока Бог ему не положит конец. Ну и что толку, что он в бессмертном теле? А дух какой у него? Какой результат мы видим? Многие полагают, что дела плоти, это дела рук, ног, как я уже говорил, глаз и ушей. Но глаз, этот не глаз тебя соблазняет. Это не рука совершает твое зло. Любой здравомыслящий человек ясно понимает, что вышеупомянутые органы, они действуют в связи с мозгом, с разумом, с волей. Да, с волей. Иными словами, с характером человека, с волей человека, с чувствами человека, с намерением человека. То, что определяет его как личность. Дела плоти — это дела, пораженного грехом духа человека. То есть, иными словами, это тот же разум, это тот же разум, вот он, мой разум, он делает греховные дела, потому что поражен мой дух, мой дух грешный, он этого желает. А дела духа, это дела того же разума, но под воздействием чего? Под воздействием Духа Божия, под воздействием Духа Божия. И апостол Павел проясняет это в послании к кремлинам, 8 глава, с 5 по 6 стих. То есть я к чему это говорю, потому что многие говорят, дела плоти, а что такое плоти, показывают на тело свое, вот она плоть моя, вот дела плоти грешные. А дела духа, это вот здесь, да неправда это. Что дела плоти здесь, что дела духа, они здесь. Они разные по духу человеческому, понимаете? А не потому что одни дела руки делают, а другие в разуме созревают у него. Послание к кремлинам, 8 главе, с 5 по 6 стих, мы читаем об этом. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, помышления плотские, суть смерть, помышления духовные, жизнь и мир». Посмотрите внимательно, Павел говорит, что у человека есть один разум, но этот разум может либо помышлять о плотском, и этот же самый разум может помышлять о духовном. А что такое дела плоти? Это дела рук, ног, или это дела разума человека, его духа, его характера? Точно так же, как и дела духа. Итак, Священное Писание говорит нам, что человек от того творит зло, потому что зол его пораженный дух. Зол его пораженный дух. Живущий по похоти или по плотским помышлениям помышляет о плотском. Каковы мысли человека, таков и он, говорит нам Священное Писание. А кто движим Духом Божиим, чей дух насыщается Духом Божиим, у того приходят чувства, как у Иисуса Христа, мысли, как у Иисуса Христа, деяния, как у Иисуса Христа, он говорит, дела, которые я творю, вы сотворите, имейте чувства никакие, имел Иисус Христос во Христе Иисусе. То есть, что врачуется во Христе? Врачуется дух человеческий, дух человеческий. И он этими же руками, кто крал, теперь впредь, что? Не кради, отрудись. Кто сквернословил, теперь прославляй Бога. То есть, те же самые члены тела посвящаются теперь святости. Как Павел говорит, и ныне ради немощи вашей говорю, как вы представляли члены свои на служение злу, так теперь эти же самые члены предоставьте на служение добру. Посмотрите внимательно. Машина. Садим за руль пьяного водителя и садим нормального водителя. Результат будет совершенно разный. Машина та же самая. Но кто ее управляет в этот момент? Так вот, дух — это тот, кто управляет нами. Это наш характер, это наше естество. А тело наше, оно подвластно вот этому духу, характеру человека. Поэтому Бог, прежде всего, хочет врачевать дух человеческий. А многие пытаются дисциплинировать свое тело, чтобы избежать дел плоти. Как же грешному человеку жить по духу, а не по плоти? Как вообще? Как тому, кто родился по природе своей, грешник, живет по плоти, думает о плотском, как вдруг ему зажить по духу? Как ему начать думать о святом, если ему нравится думать не о святом? Ответ очень прост, и он лежит даже на поверхности. Я вам скажу, что этот ответ, этот ключик, он доступен для всех. Для неграмотных людей, для стариков, для детей, для всех абсолютно. Это очень простой ответ. Как человеку сегодня поменять свой образ мышления? Послушайте, что говорит Сын Божий своим ученикам относительно победы над искушением. То есть, иными словами, чтобы не ступить на первую ступень, нам дается рецепт от Иисуса Христа, что нужно делать. Евангелие от Луки, 22 глава. И здесь два текста, они одинаковые, но я просто застряю внимание, что дважды он это сказал. 22 глава, 40-й, 46-й стих. Слушайте слова Христа. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Слово «чтобы» говорит, чтобы этого не случилось, этого не произошло, чтобы искушение не слилось с твоими желаниями грешными. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И 46-й стих. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мы уже с вами отмечали, что искушение приходит от испорченной природы человека. И также, когда оно приходит извне, допустим, не от моей испорченной природы, а извне меня чем-то искушает сатана, то природа человека все равно покоряется этому искушению, потому что болен дух, и плохое липнет к плохому. Но Христос утверждает, что в искушение можно не впасть, если выполнить одно простое действие. Что нужно делать? Молитесь, чтобы вы не впали в искушение. Я убежден на все 100%, и я верю, что Сын Божий сказал правду. Я верю Сыну Божьему, что это действительно рецепт для любой болезни, для любого искушения. Это победа, это залог победы человека, чтобы не впасть в искушение. Почему я верю Христу? Ну, во-первых, я знаю, кто Он такой. Это Сын Божий. Но более всего, что меня убеждает в том, что Он знает, что Он говорит, потому что о Христе я читаю в послании к евреям, 4 главе, в 15 стихе написано. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Ну, вы понимаете смысл, но не согрешил. То есть, я могу прислушаться к Его совету, потому что Он победил все искушения, какие только выпали на Его долю, живя на земле, как человек. Это ценнейший источник информации, говорит тот, кто реально победил. И вот Он говорит сегодня каждому своему последователю, молитесь, и тогда вы не впадете в искушение, оно не возобладает над вами, не произойдет слияние вашей грешной воли с тем искушением, которое приходит извне. Искушение не возобладало над Христом, оно не привело его ко греху. И победивший все искушения, ни разу не согрешивший, говорит, что вам нужно молиться. Зная, что произошло с учениками в Гефсимании после ареста Христа, мы еще раз убеждаемся, что Христос был прав. Он им говорил, молитесь, потому что если вы этого не сделаете, вы обязательно что сделаете? Впадете в искушение. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 56 стихе, сказано, ну, кратенько об учениках, один текст, 26, 56. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков, тогда все ученики, оставив его, бежали». Бежали. Никто не вступился за Христа. Хотя Петр и Иоанн последовали за Христом, благодаря Духупроводству мы это знаем, но тем не менее, когда Петр сидел во дворе и видел, как бьют Христа, как издеваются над Ним, он за Него не вступился. А когда его уже подталкивали к тому, чтобы все-таки признаться, что он с Ним и как-то защитить может Господа, или хоть стать рядом с Ним, потому что он же был с Ним заодно, он говорит, я не знаю этого человека. То есть в результате, что мы видим, искушение для Петра было, это страх перед наказанием, страх перед смертью, и это искушение было сильнее его любви в этот момент ко Христу. Сильнее его любви ко Христу. Почему так произошло? Почему он пал под этими искушениями? Ответ очень прост, потому что он перед этим не молился, а спал. Он не молился, а спал, хотя Христос и говорил ему это. Вот это любимые приемы дьявола, сатаны. Он запугивает человека, запугивает, как он Петра запугал во дворе первосвященника. Ужасные последствия лишают уверенности в победе, надежды на воскресение, на спасение и так далее. И когда человек запуганный, боится за что-то, он в результате, вот как написано, через всю жизнь подвержены были страху люди. Христос пришел, чтобы освободить нас от этого страха. Делай с таким, что хочешь. Тот, кто боится, не верит в надежду, в перспективы никакой, не видит, это безвольный человек. И как многие, допустим, говорят, а, все равно умирать. Почему многие продолжают курить? А, все равно умирать. Один ответ. Все равно один и тот же конец. Станем есть и пить, потому что завтра умрем, как сказал апостол Павел в Священном Писании. Итак, жизненно важный совет Христа. Если вы хотите победить грех, если вы хотите выйти из великой борьбы победителем, если вы хотите стоять на стеклянном море, если вы хотите, я сегодня прочитал, быть в белых одеждах, прийти от великой скорби и быть с отцом и сыном Царствия Его, то тогда нужно преодолеть искушения. А преодолеть их можно, согласно слов Христа, если что делать? Если молиться. Если молиться. Удивительно, но чем же на войне или в этой великой войне могут помочь слова? Собственно говоря, молитва — это слова. Слова, которые мы говорим. Но чем они могут помочь? Вот я понимаю, если бы я там сжал бы кулаки до боли, пытался бы дисциплинировать себя, ну так, физически, вот что-нибудь бы сделать, я не сделаю, заставлять себя что-то делать, или пойти благотворительностью заняться, раздать имение свое. Вот это практические дела, которые, казалось бы, могли бы на чашечку весов хорошо лечь, чтобы меня в Царство Божие перевесить, понимаете? А тут молитесь, говорите, говорите Богу слова в молитве. Апостол Павел разве не говорит о том, что во всеоружие Божие возьмите меч, Слово Божие и так далее? Разве Христос не отражал нападки сатаны в пустыне? Так написано, так написано. Поэтому по логике нужно что сделать? Выучить Библию наизусть. Вот. И тогда я точно противостам искушению. Нет. Удивительно, я вам скажу, даже если вы выучите Библию наизусть, вы не будете защищены от искушения дьявола. И более того, это не гарантирует то, что вы победите в искушениях, зная Библию наизусть. Совсем не гарантирует. Я задам вам встречный вопрос. Как вы думаете, кто из всех живущих на земле лучше всех знал Священное Писание? Лучше всех. И Иисус. Лучше Христа на земле и живущих на земле никто не знал Священное Писание. И если отражать атаки сатаны можно знанием с Писания так написано, то задайте вопрос, зачем он молился? Везде можно было бы говорить, отойди, написано так, отойди, написано так, отойди, написано. Ему молиться вообще не надо было бы тогда. И задайте тогда вопрос, почему в самой решающей битве в Гефсимане Христос не отражает атаки сатаны словами так написано? Почему? Мы никогда не задумывались над этим. Почему битву он выиграл не словами так написано, а молитвой? Вполне можно было бы взять, я так вот себе просто представляю, но искал в Священном Писании, чтобы Христос мог сказать сатане в Гефсимане. Вот один из Псалма, 117-й Псалом, с 5-го стиха, допустим. «Из тесноты возвал я Господа, услышал он меня на пространное место и вывел меня. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Нет, ну что, можно было бы сказать, Иуда идет, это обетование. И дальше можно, Господь мне помощник, я буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Вон ученики спят. Да? Хороший Псалом, можно было бы взять, прочитать его и так подбодрить свою душу Словом Божьим. Дальше написано. «Все народы окружили меня, но именем Господом я не зложу их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господа я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, но я именем Господнем не зложил их». Хорошее обетование, хороший текст. И можно было вполне уповать на Слово Божие и как в пустыне отражать. Так написано, так написано и так написано. Но Священное Писание говорит, нет, мы видим, что при всем великолепном знании Священного Писания Сын Божий дает наставление в Гефсимане ученикам, не цитируйте тексты, а что делаете? Молитесь. И сам что сделал? Пошел на ввержение камня и написано, что и упал, и со слезами, и с воплем молился, могущему спасти его от смерти. Это свидетельствует о том, что великолепное знание Слова Божия не освобождает душу от дьявольских искушений и не делает его автоматически победителем этих искушений. Знание Слова Божия не освобождает душу от искушений и не делает его автоматически победителем в этих искушениях. Ответьте честно на такой вопрос. Кто из вас не знает из Библии, что зависть, раздоры, ссоры — это грех? Кто не знает? И тексты не знаете, где написано? Знаете вы прекрасно. Возьмите симфонию, если забыли. Все мы прекрасно это понимаем. А теперь вот задам следующий такой вопрос. А кто может сказать на все сто процентов, что вы свободны от подобных искушений? Так а чего? Вы же знаете об этом. Ну знаете и все, и живите, как знаете. Вот видите, что происходит? И мы видим огромный разрыв между теорией знания, то, что вот мы получаем, читая Слово Божие, и духом нашим, практическим воплощением знаний в жизнь. Вот здесь разрыв огромный у человека, а не просто в том, чтобы забить голову библейскими текстами. Это проще простого было бы. Сила духа, вот именно сила духа. Вот чего человеку-то не хватает. И вот Сын Божий, Он пример нам во всем, особенно в святой жизни, в торжестве над искушением, над грехом. А где Он черпал силы? Для чего Ему нужно было молиться постоянно? Для чего Он молился, как вы думаете? Чтобы не хватить в святой жизни. Правильно. Читаем с вами наглядные уроки Христа, 139-140, страница, кратенькие выдержки две. Ежедневно Он, Христос, получал новое крещение Святым Духом. Так если Сын Божий ежедневно нуждался в том, чтобы быть крещенным Духом Святым, то что за нас тогда говорить? Братья, сестры, миленькие, как мы устоим в искушении? И следующая выдержка здесь же, чуть пониже. Учеников Христа поражала Его способность молиться, Его постоянное общение с Богом. Поражала Его способность молиться и постоянно общаться с Богом. Потому что для нас уже кажется, ну сколько же уже можно, да? Ну уже раз помолился, иногда вот так тоже дети. Ну, один уже помолился, да и ладно. Один уже сел кушать. Ну ты молился, подсел и тут же сразу сел кушать. Ну как, зачем же лишний раз? Да? Ну ладно, три раза в день молиться, а четыре-то зачем? Ну правда же? Что происходит? Вот вырабатывается какая-то схема, отношение с Богом. И человек живет согласно вот этой схеме. В Гефсимане все силы зла были брошены на то, чтобы сломить Христа, чтобы искусить Его, чтобы ради спасения собственной жизни и нежелания, вот Сатана добавил мысль, что если он возьмет грехи мира на себя, то он разорвет свои отношения с Отцом раз и навсегда. И вот чтобы этот разрыв не произошел, Сатана вот искушал Его, тебе не надо умирать, не надо брать грехи мира на себя, иначе все, конец, разрыв отношений будет. Так вот смотрите, что делает Сатана. Сильным ли было искушение для Христа? Он не хотел разрыва с Отцом. А если возьмешь грехи на себя, разорвешь отношения с Отцом. Было ли искушение их не брать? Конечно же, он же не хотел разрыва с Отцом. А желание жить, оно тоже присутствует в жизни каждого нормального человека, не тот, кто страдает суицидными взглядами. Нормально жить, это хорошо, мы стремимся к жизни, мы любим жизнь, и Христос ее любил. Он о себе сказал, я зеленеющее дерево, а разве зеленеющему дереву умирать? Ему жить и плодоносить надо. Это сухие они уже должны быть срублены. Не в смысле пожилые люди, а бесплодные. Но он-то был плодовир хорошими делами. Итак, он не хотел этого. И Сатана искушал Христа вот этими мыслями. Возьмешь грехи мира, разделишься, разделишься, умрешь. И умрешь, и навсегда умрешь. Сегодня, искушая нас, Сатана ничуть не изменился. Он сегодня искушает верующих людей наружу закон Божий ради спасения своей собственной жизни. То есть не соблюди волю Божью. Он и Христу говорил, не надо умирать за людей, не соблюдая волю Божью, аначе умрешь. То есть Сатана не изменился ни на сколько. Он искушал словами Христа, ты возьмешь грехи мира на себя, а грех отвратителен Богу, произойдет разделение. А человеку он внушает так, ты согрешил, мы же не на себя берем грехи, мы же сами грешим, мы источник этого. И он говорит, ты согрешил, значит для тебя уже никакой надежды нет. Твои отношения с Богом что сделали? Разорвались, все. О чем ты надеешься? За две тысячи лет Сатана и его работа ничуть не изменились. Я вам скажу, это хорошо. А знаете, почему хорошо? Потому что зная, что враг не изменился, и как его победил Христос, я могу что? Тоже победить. Я могу победить, глядя на того, кто нанес ему поражение. Мы многократно читаем в Духе Пророчества, что Сатана уже какой враг? Побежденный, поверженный враг. Потому что ему был нанесен удар. Христос показал, как можно победить его искушение. И всякий следующее за Христом по его стопам может прийти к тому же результату. То есть одержать победу над дьяволом. Человеческая природа Христа не хотела умирать. Не хотел Христоса разделения с Отцом. На этом искушении Сатана хотел погубить Христа. Вот на этом искушении, в этих искушениях. Заметьте, разве нежелание умереть является грехом? Нет. Разве нежелание быть разделенным с Богом навсегда, это является грехом? Нет, не является грехом. То есть посмотрите внимательно, эти вещи сами по себе не греховны, но если эти вещи противопоставляются послушаниям воли Божьей, они становятся грехом. То есть, иными словами, сохрани свою жизнь, чтобы не выполнить то, ради чего ты пришел на эту землю, для чего тебя послал Отец. Сохрани свою жизнь, не бери грехи мира на себя, чтобы не быть разделенным с Отцом, но тогда воля Отца в Иисусе бы не исполнилась, и это было бы грехом. Ибо весь план бы тогда разрушился. А знаете, почему это было бы грехом? Потому что тогда Бог и все Его Слово выглядело бы как ложь. Это было бы грехом, ведь Бог лгать не может. А тогда Он бы как бы в глазах всей вселенной выглядел, как тот, кто солгал. Нету плана спасения. Итак, мы видим с вами, что хорошие вещи сами по себе могут использоваться сатаной для искушения, чтобы привести к греху. Любопытство. Грех это или нет? Нет. Любопытство — это дар Божий, данный человеку при сотворении. Для чего он дан? Для того, чтобы человек познавал мир, в котором он создан, и который его окружает. Это любопытство. Адам и Ева до грехопадения с любопытством изучали лозы, как они плелись, изучали букашки, таракашки, их поведение. В соответствии с чем Адам дал название всем животным? В соответствии с тем, что он видел их поведение. Кто они? Как они живут? А что как ни любопытство двигало человеком при исследовании этого всего? Поэтому любопытство само по себе, оно не является грехом, но оно может привести к греху, если оно вступит в конфликт с волей Божьей. Бог сказал, не рвите от запретного дерева. Если в этот момент любопытство направлено, чтобы нарушить волю Божью, то тогда оно становится грехом. Становится грехом. Что и случилось с Евой у запретного дерева. То есть очень хотелось бы, чтобы мы поняли, что коварство сатаны заключается в том, что он может толкать в грех человека, используя при этом совсем не греховные чувства, побуждения и намерения. Совсем не греховные. Не обязательно сатана будет посылать мысли, допустим, о прелюбодеянии, о воровстве, об убийстве. Не обязательно. Он может использовать негреховные вещи для того, чтобы привести человека к греху. Вы скажете, совсем запутался, даже хорошим меня можно погубить. Да, безусловно, можно погубить. Вот потому и написано, что дух человеческий не может противостать духу сатанинскому. Не может, он слаб. Кто может увидеть эти все подводные камни? Только дух Божий. И что нужно человеку сделать? Молиться, чтобы его осветила истина, духа Божия. Чтобы дух Божий вел человека по жизни. Если Ева бы посмотрела на любой другой запретный, ой, на любой другой плод незапретного дерева, любые другие деревья, что ее окружали, посмотрела бы с желанием его съесть. Было ли бы это вожделение грехом? Да нет. А мы, когда с вами проголодаемся, хотим пить и есть, жаждем воды, Христос сказал, жажду на кресте. Это его желание было. Он хотел этого. Но было ли это грехом? Да нет. Почему? Мы созданы Богом так, чтобы желать поесть. Бог создал разные фрукты, овощи, плоды, чтобы мы желали их и понимали, они нам приносили радость, удовлетворение от их употребления. В этом нет греха. Мы можем с вожделением пить воду после того, как мы потрудимся и сильно, ну как бы, жаждем, да, устали мы, вот мы хотим. И в этом нет греха никакого. Но, если меня сегодня томят голодом, жаждой, и говорят, жаждешь? Я говорю, жажду. Кушать хочешь? Хочешь. Ну тогда отрекись от истины и будешь жаждать и кушать. Мы тебе все дадим. Вот тогда это что происходит? Что тогда это? Это искушение. Искушение, которое зачинается с моей плотью. Моя плоть хочет есть. И если она, это, моя плоть соединяется с искушением отречься от Христа, соединяясь вместе, родится что? Грех. Родится грех. То есть вы видите, как тонко работает сатана с людьми. Насколько же это хитрый стратег. То есть нетрудно понять, что сатана берет то доброе, что Бог дал человеку, извращая все и вся, делает так, что доброе данное для жизни становится злом, ведущим к смерти. В седьмой главе послания к римлянам апостол Павел вот об этой мучительной борьбе и говорит как раз, седьмая глава к римлянам, с десятого стиха, вторая часть стиха по тринадцатую. Он говорит, таким образом, заповедь данная для жизни послужила мне к смерти, потому что грех взял в повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, заповедь свята, праведная добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ну, переведя, может быть, на более простой язык, вот слышим ли мы апостола Павла, неужели то доброе, что дает сегодня Бог человеку, сделалось для меня причиной греха? Неужели Божий дар любопытства сделала Еву заложницей у запретного дерева? Вы понимаете, что говорит Павел? Бог вложил в Еву любопытство, создал ее, и вот из-за этого она бедная согрешила. Неужели это доброе стало причиной, приведшей к плохому, к злому? Размышляя дальше, мы можем сказать, но неужели данное Богом желание есть и пить сделало меня заложником, что я могу отречься от Христа, потому что не могу ни есть, ни пить. Идем дальше. Бог создал мужчину и женщину разный пол и создал взаимное влечение между мужчиной и женщиной. Встает вопрос, но неужели я стал заложником прелюбодеяния, к примеру, в мыслях, потому что я так создан? Вы понимаете, о чем я говорю? Нас создали. Так в этом ли вина, что нас так создали? Нет. Не в этом причина, а причина, что кто-то поменял в нас дух. И теперь то доброе, которое было создано для добра, становится посредством извращенного духа злом, ведущий меня к смерти и к разрушению. Неужели желание жить и никогда не разлучаться с Богом? Это плохо. Желание жить и никогда не разлучаться с Богом? Это плохо. Это неплохо. Но кто-то пытался это неплохое использовать для того, чтобы Христос не отдал свою жизнь за грехи мира, сохранив себе собственную жизнь. Вот почему Христос искушался не злом, не грехом Он искушался. Он искушался добрым, потому что в Нем греха не было. Но посредством этого доброго Его к чему хотели привести? К злому. Как и Еву. Ева, съешь! Разве кушать грешно? Не грешно Бог вас создал такими, чтобы вы могли есть. Но за этим скрывалось нарушение воли Господней. Через доброе приводим к злому. Вот как работал сатана. Вот они глубины сатанинские. Взять доброе, что дал Бог, извратить природу, извратить дух и через доброе ввести в грех, ведущий к вечной погибели. Апостол Павел продолжает рассуждать о проблеме греха и говорит в 7 главе Римлянам 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотяны продан греху». так вот только в каком случае я могу соблюдать закон, если я так же, как и закон, стану духовным. Духовным. До той поры, пока я плотяны, продан греху, пока у меня мысли неверны, я могу в лучшем случае придумать Талмуд, 3000 заповедей, как соблюдать субботу, сколько шагов делать и так далее, пока я духовен. И для меня достать овцу из ямы мою собственную в субботу будет важным делом, но исцелить человека это будет грехом. Потому что поражен что? Дух человека. И заповедь данная к добру, она приводит в результате козлу. Одно и то же дело, сделанное разными людьми, с разным духом, разный результат. Христос очень много молился и постился, однако фарисеям он сказал, что их пост и их молитва бессмысленны, они не получат награды от Отца Небесного. Почему? Они тоже много молились и постились. Почему? Потому что их дух был поражен. Они не для этого это делали. Говорят, просите, не на добро просите для своих вожделений, для своих желаний. Становитесь на углах воли, чтобы люди вас видели, что вы молитесь, но не для того, чтобы Отец Небесный вас услышал. Дух пораженный, хотя дела вроде бы с виду одни и те же. Дела духовной личности это дела Духа Божия. Жить по Духу это значит в соответствии с волей Духа Божия. А дела плоти это жить в соответствии с чьей волей? Своей собственной, грешной, под влиянием дьявола. Жить по плоти. Я думаю, что вы уже понимаете, что суть всей проблемы сокрыта в Духе человека. Какой в тебе Дух? Зададим себе вопрос. Какой Дух в каждом из нас? Дух может быть либо плотским, либо духовным. Какой Дух сегодня в каждом из нас находится? Беря в пример Христа, безгрешного Христа, когда сатана пытался толкнуть Иисуса через то доброе к этому, ко греху, Христос очень нуждался в том, чтобы его Дух укрепился. Потому что ему как бы предлагали не между добром и злом выбрать, а между добром и добром. Понимаете? Спаси свою жизнь. Это же хорошо жить, продолжать жить. Не разрывай своих земных отношений с Отцом, связи с Отцом, которая у тебя была. И с другой стороны умереть, чтобы спасти весь мир. Между добром и добром никто не ставил вопрос зло и добро. Ему было бы легче выбрать. И вот в этот момент вот этих искушений как раз-то и нужно было Дух Его что сделать? Укрепить в правильном решении. Укрепить в правильном решении, чтобы Он не совершил неверного поступка. Кто мог укрепить в этот момент Христа? Только Отец, только Дух Отца в этот момент мог укрепить Иисуса Христа. И Он мог укрепиться только в том действии, которое мы с вами называем молитвой. Дух Христа мог укрепиться только тем действием, которое мы с вами сегодня называем молитвой. Именно в молитве происходит это чудо. Подпитка слабого духа человека силой Духа Божьего. Дух Божий в молитве укрепляет наш немощный и слабый дух и показывает, что нам нужно для победы, как нам нужно победить, убеждая нас быть твердыми до конца, чтобы победить в этой великой борьбе. Я хочу немножечко застрить ваше внимание на главе Гефсимания. Книга желания веков. Вот. Послушайте внимательно. Это страница оригинала 686. Вот 686. Здесь я буду вам читать подчеркнуты только места. Соединяя воедино вот одну компиляцию дела из этой главы и вы, чтобы вы почувствовали, что с Духом Христа происходило в момент молитвы. То есть каким он был, что он чувствовал до молитвы и как молитва привела его совершенно к другому результату, хотя не было видно, чтобы с ним кто-то разговаривал. То есть такое ощущение, что вот стоит банка пустая и в нее что-то во время молитвы что сделали? наполнили, налили что-то в нее, в этот сосуд. Будьте внимательны, потому что это очень тонкий момент. Итак, слушайте внимательно. «Побудьте здесь, сказал он, бодрствуйте со мной». Он отошел от них на небольшое расстояние, чтобы они могли видеть и слышать. И обессиленный пал на землю. Что вы видите? Что с его духом происходит? Ослаб. Дух ослаб. Мы видим, что он нуждается в том, чтобы ему кто-то вот придал вот этой силы. И вот дальше написано. Он чувствовал, то что речь идет о духе, а не о физических вот этих ослаблениях. Оно-то влияет, да, действительно, на физические силы. Но прежде всего речь идет о его духе. Он чувствовал, что грех разделял его с отцом. Эта пропасть была так широка, так мрачна и глубока, что его дух содрогался. Не испытывают ли это люди? Мы, человеки. Мы же подобные чувства испытываем, когда нам принять надо какое-то решение, дух подавлен и нет силы, чтобы поступить правильно. И вот мы двигаемся дальше. Как человеку ему надлежало вынести весь гнев Божий против беззакония. До сих пор он был ходатаем за других, а теперь сам нуждался в ходатайе. Когда Христос почувствовал, что его единство с отцом прервалось, у вас не бывает после согрешения чувство, что Бог оставил тебя? Когда Христос почувствовал, что его единство с отцом прервалось, он начал опасаться, что его человеческое естество не перенесет предстоящей борьбы с силами тьмы. Вы видите, насколько было сильное искушение, что ему даже казалось, что он победить не сможет. И если бы он не молился, а пытался бы дальше вот это бороться, если ему уже кажется, что ты не победишь, я уверяю, он бы не победил бы. Потому что в нем уже закрадывалась вот эта неуверенность. Дальше двигаемся. Когда Христос размышлял о предстоящей битве, душа наполнялась страхом, и его пугала мысль о разделении с Богом, на чем бил сатана. Сатана внушил ему, внушал ему, если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным. Его причислят царству сатаны и никогда не осуществится его единение с Богом. И вот на вас бы такое давление, а? Вот если ты сейчас вот умрешь, вот человек болеет, раковое заболевание, или просто заболел, старость пришла, и вот сатана посылает мысли, умрешь, воскреснешь после тысячелетнего царства. А помнишь, у тебя вот тот грех был, вот тот, вот тот. Вы понимаете, что делает дьявол? Как вот он давит, подавляет личность? Он пытался что сделать в Гефсимании? Подавить. Ты возьмешь все грехи мира на себя, все грехи мира на себя. А за что тебя спасать, если столько грехов на тебя навалилось? Возмездие за грех, смерть. И вот дальше мы продолжаем. Все существо Христа противилось этим внушениям. Его сердце ранило мысль, что те, кого он решился спасти, так сильно, и кого он любил, будут осуществлять замыслы сатаны. Сатана ему внушал, что последователи его будут творить беззаконие. И он говорит, я пришел их спасать, а ему спят. Это тоже ранило. Видите, что он делает? Ну а для чего ты это умираешь? И сам не воскресишь, и их не спасешь. В страданиях человеческое сердце жаждало сочувствия, жаждало его всем своим существом и Христос. Каким ужасным было искушение, слышите, искушение, предоставить человеческому роду самому пожинать последствия греха. Таким ужасным было искушение. Не хочу разделения, не хочу умирать. И вот, если бы это искушение соединилось с его собственными желаниями, если бы он в этот момент не пожелал волю отца исполнить, то в конце концов, то есть не сделал бы волю Божью своей собственной воле, победы бы не было в Гефсиманском саду. Если бы он мог убедиться в понимании поддержки учеников своих, как укрепились бы его силы, но он находит их спящими. Если бы он нашел их молящимися, это утешило бы его. Если бы они искали убежище в Боге, чтобы силы сатаны их не одолели, он утешился бы их твердой верой, но увы. Но они не осознавали нужды в бодрствовании, ревностной молитве, чтобы устоять в искушении. И пали. Можно перенести это современному христианству? Если христианство сегодня не осознает важности молитвы, ревности в молитве, чтобы победить все искушения и грехи, свой дух изменить, это будет верная погибель. Ослабевший, истерзанный, жестокими муками, Сын Божий медленно вернулся на то место, где происходила борьба. Теперь его страдания стали гораздо сильнее. Пот его был, как капли крови, падающие на землю. Теперь он был подобно тростнику, согнувшемуся под натиском свирепого урагана. На него надвигалась тьма, тьма вокруг, не видно ни одного луча света, никакой надежды нет на спасение. На него надвигалась тьма, никакой торжественности не было в его голосе, нарушавшем ночную тишину. В нем звучали страдания и скорбь. Он повелел ученикам оставаться на месте, бодрствовать и молиться. Когда же Иисус приблизился к ним, то нашел их, как и прежде спящими. И снова он ощутил жажду дружеского общения, желая услышать от своих учеников хоть несколько слов, которые бы утешили боевые, развеяли, почти одолевшие его чары тьмы. Почти одолевшие его. Вы понимаете, что он мог пасть? И вот где он черпает силы? А теперь посмотрите внимательно. После первой молитвы ничего не произошло. Вы видите? он хоть и говорит, да будет воля твоя, но ничего не произошло. Многие верующие люди сегодня, страдая перед искушением, встали на колени, Господи, помоги мне не курить или не пить. Встал и пошел за сигарету взялся. Ничего не произошло, говорит, после молитвы. А до какой степени ты должен молиться? Если бы Сын Божий вот назад идет, ну, говорит, я помолился, а все равно мне хочется жизнь свою сохранить. не помогает. И вот дальше мы читаем. Будьте внимательны. Охваченный ужасом и тьмою, человеческая природа Сына Божия трепетала в этот час испытания. И теперь он молился уже не о своих учениках, не о том, чтобы они сохранили веру, но о своей искушаемой, терзаемой душе. Вот. Вы видите, в первой молитве, оказывается, больше у него было что-то за учеников, а вот теперь он видит, что еще чуть-чуть от них толку нет. Молиться они не будут. Поэтому нужно сейчас каким-то образом одерживать победу, потому что силы тьмы практически уже меня раздавили. И вот он молится и написано, наступило то ужасное мгновение, которое должно было решить судьбу мира. Трижды его человеческая природа содрогалась при мысли о великой жертве. И вот теперь, будьте внимательны, вот на этом заостряю ваше внимание. Перед Искупителем мира проходит вся история человеческого рода. Он видит, что нарушители закона, представленные самим себе, должны погибнуть. Он чувствует беспомощность человека и силу греха. Перед его взором стоят все беды и страдания обреченного мира. Он знает, какая участь грозит ему. Но исполняется решимость спасти человека, что бы ему это ни стоило. То есть, даже если я и не воскресну, что бы мне это ни стоило. Даже если мое разделение с отцом будет навсегда. Он исполняется этой решимостью. Он согласен принять крещение крови, чтобы миллионы погибающих наследовали жизнь вечную. И он не отступит от своей цели. Он станет искупительной жертвой за этот род, который добровольно избрал грех. И теперь его молитва дышит только покорностью. Что с его духом стало? Он укрепился в решимости. Если не может чаша сия миновать меня, чтоб мне ее не пить, да будет воля твоя. Приняв решение, он как мертвый пал на землю. Так, когда должна оканчиваться молитва, человек? Тогда, когда ты укрепляешься в принятии правильного решения. Если этого не произошло, ты еще не молился как должно, ты не достиг еще того результата, который должен достичь в молитве. Бог страдал вместе со Своим Сыном. Ангелы видели мучения Спасителя. Они видели, что и Господь окружен легионами сатанинских сил, что Он объят таинственным приводящим втрепет страхом. Ангелы очень хотели облегчить бремя божественного страдальца, но не могли этого сделать. Сыну Божьему нельзя было отступать в этот страшный миг. В этот страшный миг. Он должен был сам принять решение. И вот, когда Он принял решение, написано, что Бог послал ангела укрепить его в том решении, которое Он уже принял. То есть, видимая помощь от Бога приходит после того, когда человек вначале какую принимает невидимую силу от Бога, невидимую силу. Почему я на этом заостряю ваше внимание? Потому что на сегодняшний момент очень многие люди говорят, вот если бы Господь послал бы мне ангела, укрепил бы меня, чудо какое-то совершил, не будет этого, не ждите этого. Это будет для тех, кто уже принял решение. Написано, что ангелы станут, видимо, в бедственное время для детей Божьих и хлеб и воду принесут, но они придут и принесут кому же? Тем, кто уже принял это решение в борьбе, в молитве, определился для себя, на чьей он стороне. Но если мы думаем, что мы будем определяться в результате чудес, которые для нас будут совершаться, этого никогда не произойдет. Вот очень важный момент, какой нам нужно понять. Посмотрите, что сделала молитва с ослабевшим от борьбы Духом Христа. В молитве он обрел решимость выполнить то, что хотел от него Отец Небесный. Дух Божий сравнивается в Библии с ветром. Мы не видим ветер, но мы видим его последствия. Мы не видим, чтобы кто-то разговаривал с Христом, нету диалога, нет, чтобы он сказал, отец, вот мне тяжело, он говорит, ну сынок, ну потерпи. То есть мы не видим вот этих вот вещей ни в Библии, ни в Духе пророчества. Но заметьте, что происходит. Происходит какое-то чудо, которое я объяснить не могу, когда молящаяся личность раскрывается Богу и даже без слов в человека входит какая-то уверенность, убежденность и подобно, как ветер мы не видим, но результат видим, встает уже другой человек с принятием решений, с принятым, вернее, уже решением. Дух Божий, он что сделал? Мы благодаря Духу пророчества понимаем, Дух Божий напомнил Христу, зачем он пришел на эту землю. Мы же видим, что в памяти Спасителя пронеслось все, что было сделано до этого, все воспоминания, вся история. Дух Божий показал ему, ну неужели тебе не жалко тех, ради кого ты пришел, они же погибнут раз и навсегда. То есть Дух Божий начинает искать струнки души, на которые можно было бы воздействовать, чтобы было принято правильное решение. Вы никогда в молитве это не ощущали? Когда Дух Божий начинает искать в тебе нечто, за что можно было бы схватиться и утвердить тебя, и укрепить тебя в принятии правильного решения. Это может быть ну ради истины, ну ради детей, ну ради чести, ну ради еще чего-нибудь. То есть Бог ищет моменты, через которые он мог убедить тебя. и Дух Божий укрепил Дух Христа и Христос победил. Написано, что после того, когда все это пронеслось у него в разуме, после вот этой молитвы, он укрепился и все, и уже теперь ему было все равно, даже если на смерть идти. Он обрел силу Духа Святого, он обрел силу Господнего Духа. Библия учит нас. Третья книга Царств, девятнадцатая глава. Третья книга Царств, девятнадцатая глава. Здесь девятнадцатая глава мы прочитаем с одиннадцатого по двенадцатый стих. Третья книга Царств, девятнадцатая глава, с одиннадцатого по двенадцатый стих. И сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра». Веяние тихого ветра. Так где сила Божия? В чем она заключается? Веяние тихого ветра, мы понимаем, это сравнение, иллюстрация чего? Влияние Божьего Духа, который нисходит на человека. У пророка Захарии в 4 главе в 6 стихе сказано, «Не воинствами, не силою, но Духом Моим, говорит Господь». И очень уместно вспомнить беседу Иисуса с Никодимом. Он как раз-то и пытался донести вот эту важную истину о рождении свыше, рождение от чего? От Духа, рождение от Духа. И вот он говорит Никодиму, что должен испытывать человек, который родился свыше. Какое влияние он на себе должен испытывать? 3.8 Евангелия от Иоанна. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь». Заметьте, это духовный голос. Вот Христос, не было диалога, как мы уже говорили, но Ему было что-то показано. И вот он, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Иными словами, вот он человек, вот он искушение. Встаешь на колени, Дух, ветер дует, где хочешь. И вот твоя задача, чтобы этот ветер дал тебе силу. Силу, чтобы ты встал и уже как другой человек не смотрел на это искушение, оно тебя просто перестало волновать. Исполнится силой Духа Божия. Многие христиане говорят, я бы укрепился, дайте мне чудо. Самое великое чудо, какое только есть, это сила Духа Божия. Потому что ей противостать сатана не может никогда. А уже кто эту силу примет, для тех уже написано, ангелом заповедует охранять тебя на всех путях твоих. В 33-м салме, в 8-м стихе написано, что ангелы ополчаются вокруг боящихся Господа. Да, и да, Бог может и увидеть ангелов, но сначала надо принять решение самостоятельно под воздействием Духа Божия. А те, которые хотят с чуда начать, для тех Иисус Христос в Евангелии от Матфея 16,4 сказал, какой род ищет чудеса изнемения? Род лукавый и прелюбодейный. Молитва, и только искренняя молитва, она меняет наш дух. Она помогает нам смотреть на окружающие нас вещи, искушения совершенно иными глазами. Мы начинаем смотреть не своими собственными глазами на то, что нас окружает, а мы начинаем видеть это все глазами кого? Бога. Глазами Бога. Посмотрите внимательно. Когда Христос боролся в Гефсимании, Его глаза видели разделение с Отцом и нежелание умирать. Это его был взгляд. Но когда он пообщался с Богом, и Дух Божий вошел в него и показал ему, что ради этого ты пришел. Это миссия, это надо. Ты же сам этого хотел. Это твой был выбор. И когда это произошло, и он посмотрел глазами Бога, что спасать надо людей, его решимость укрепилась. Он пошел и совершил то, что хочет от него Бог. Когда сегодня ребенок решает задачу, вот дети приходят со школы, решают задачу. Конечно, для взрослого решить задачу ребенка просто. И вот ты уже видишь решение, видишь результат. А для него это кажется что-то непреодолимое. Ну вспоминайте себя, когда были детьми. Что-то непреодолимое. И вот можно поступить следующим образом. Можно взять, сесть и написать ребенку сразу результат. Ответ на перекатай, да, как мы говорим. Все. И он переписал, и он уже молодец. Все, такой хороший. Но завтра он придет в школу, ему дадут другую задачу. А он будет на нее смотреть. И всем станет ясно, что ту первую задачу он не решал. Это не его был дух. Это не его мысли были. Это не его чувства были. Это папа с мамой помогли. Так вот задача мудрого учителя, родителя, это что сделать в этот момент? Научить его, чтобы разум, который есть у родителей, и способность решать задачи стала чьим разумом? Его. Чтобы когда он столкнется в школе с такой задачей, как будто рядом папа, и он решил эту задачу. Или мама. Понимаете, смысл какой? И вот когда мы с вами молимся, задача Бога — исполнить нас Духом Своим в такой мере и степени, чтобы мы смотрели на все вещи, реагировали на искушение, так, как бы среагировал сам Бог. А Бог злом не искушается. Бога искусить злом невозможно просто. Вы видите, что хочет сделать Бог с нами через молитву? Наполнить нас своим Духом настолько, чтобы мы слились с Его Духом и не искушались этим злом, который нас окружает. Смотреть на мир глазами Бога. Через молитву Бог своим Духом помогает нам обрести Его ум, Его силу, Его взгляд на происходящее вокруг нас вещи. И в этом будет наша сила, и в этом будет залог нашей победы. Потому что сатана Бога одолеть не может. А нас? Ну что мы? Мы слабые. Нас, конечно, одолеть можно. Дух Пророчества рекомендует нам молиться до тех пор, пока вы не убедитесь, что ваша молитва принята. Что это такое? Удивительно. Неужели Бог у нас глух, не слышит, и нужно много раз повторять или долго говорить? А вот в свете того, что мы сейчас с вами узнали, вам всё становится понятным. Смотрите внимательно. Я прихожу со своим Духом, прихожу со своим Духом, вот как Христос, не хотел умирать. Первый раз встал, отошёл, и Библия говорит, то есть Дух Пророчества, что Он всё равно, что написано, почти чара Его одолели. То есть Бог что, не услышал, что ли? Просто ещё не произошло, что? Христос не воспринял настолько силу Духа Божия, чтобы встать и победить. Он не исполнился этой решимостью. Так вот я к чему говорю. Есть искушение. Кто-то, допустим, пьёт кофе, чай, я не знаю, какие привести, любые искушения, сквернословит, думает плохо о других. И вот он встал на колени, помолился, раз, и опять то же самое у него. И он говорит, Бог меня не услышал. Да не Бог тебя не услышал. Это ты настолько не смог подключиться к Божьей силе, настолько смириться, чтобы Бог вошёл в твою жизнь. Понимаете? Ты не открылся полностью для Него. Ведь написано, что Бог гораздо охотнее даёт Духа Своего детям, нежели мы даже своим детям даём хлеб насущный. То есть, иными словами, ты должен молиться до той поры, пока ты не встанешь и не будешь смотреть на эту проблему, чьими глазами? Глазами Бога. И вот это и будет для тебя означать, что Бог тебя что? Услышал. А на самом деле это ты его услышал. Наконец-то. Что он от тебя хочет? Лучшего примера, чем ночь борьбы Иакова, невозможно привести. Когда Яков встал на молитву, он смотрел на все происходящие события глазами Иакова, обманщиком. Он знал прекрасно, что он обманул. Он знал, что он должен за обман пострадать. Он видел брата, идущего с войском, 400 человек. И в этот момент, глядя на события глазами Иакова, обманщика, естественно, его сердце наполнялось страхом, и он понимал, что что-то нехорошее его ожидает. Но после того, когда он молился, и когда вот он схватился за ангела Божьего вестника и сказал, не отпущу, пока не благословишь, так до какой степени верующий должен молиться? А в чем благословение, заметь? Победа, чтобы ты уже теперь смотрел на эти вещи другими глазами и был другим человеком. Раньше Яков со здоровыми ногами убегал от своего брата и убежал в Месопотамию, спасая свою жизнь, написано. Побежал. А теперь он идет хромой. Куда бежать? Но почему-то он идет не от брата хромой, а к брату, потому что он знал, что брат ему ничего не сделает. Его грех прощен. Он исповедал. Он теперь смотрел глазами не Якова, а глазами кого? Израиля, победителя. Так вот, запомните, братья и сестры, когда мы становимся на молитву перед искушением, вот нас искушает что-нибудь, мы становимся на молитву Яковом, а встать с молитвы нужно Израилем. Вот это и будет победа, ночь борьбы, о которой Библия говорит, наша победа в этом заложена. Мы должны преодолеть вот эту скорбь таким путем. Встать, как Яков на колени, а встать с молитвы, уже как Израиль, как победитель. Христос побуждает нас к обретению великих духовных благословений через молитву. В Евангелии от Луки, в 11 главе, с 9 стиха по 13, Он говорит, «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, всякий просящий получает, и ищущий находит, стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Тем более. Заметьте, в Духе Божьем открыты все блага неба. В Духе Божьем для нас открыты все блага неба. Это не просто хлеб, это не просто рыба, это не просто продукты питания или во что одеться. В Нем, в Духе Божьем, абсолютно содержатся все блага, какие только небо может излить на нас. Если в ревностной молитве вы обретете это духовное видение, это просвещение, так, что будете смотреть на происходящие вещи глазами Бога, находясь под воздействием Духа Божия, то никакое искушение вас не одолеет. Никакое искушение. Вообще. Оно будет слабее вашего Духа, потому что ваш Дух это будет Дух Господень. Тот, в ком такой Дух, он непобедим. Апостол Павел об этом во втором послании к Коринфянам, об этой победе, сказал так. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, вот имея вот эту грешную плоть, она же грешная, она же плотская, но он говорит, мы не по плоти воинствуем, не нашим умом мы одерживаем победу, а воздействуем чего на нас? Духа Божия». И дальше он продолжает, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, Богом сильные в нас на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу». Какое искушение можно победить? Всякое. Всякое помышление пленяем в послушании Христу. Итак, можно победить любое искушение. Можно ли жить святой жизнью, подобно Христу? Можно. Можно. Но для этого не надо раньше времени вставать с колен. И не надо думать, что это невозможно. Ибо Христос говорит, чтобы не впасть в искушение, вам нужно молиться. Любое искушение пленяем силой Духа Божия в послушании Христу. Восьмой главе послания к римлянам, восьмая глава послания к римлянам, девятого стиха по четырнадцатый, слушайте внимательно. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха». Так какое искушение победить можно? Мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Оживит, оживотворит, обновит, сделает нас другими людьми совершенно. Итак, братья, мы и должники плоти, чтобы нам жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умершляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим. Суть сыны и дочери Божьи. Вот ответ на вопрос, что от нас требуется сегодня? Исполнение Духом Божьим. Суть сыны Божьи. Как это все просто? Живущий по Духу это не должник плоти. Иными словами, я не должен быть слепым рабом греха. Я не должник его. Потому что движимый Духом Божьим, Сын Божий, это тот, кто движим Духом Божьим. Он должен победить. И этот Дух Божий, это новое желание, эти новые чувства, они приходят через ревностную молитву. Через ревностную молитву. Если вы будете в искушении молиться по принципу Божьей, пусть будет воля Твоя, а Маша Моя, то я не знаю, насколько Духом Божьим вы исполнитесь. Скажите, в этот момент, когда человек живет по принципу воля Твоя, а Маша Моя, скажите, он на самом деле чьими глазами смотрит на мир? Не Божьими, а своими глазами. И стоит вопрос, в данный момент чья воля хочет, чтобы исполнилась в его жизни? Его воля, чтобы исполнилась, а не Божья. Через такую молитву сила Духа Божия никак не обрести. Вы так и останетесь человеком, искушаемым собственной похотью, который, соединившись с искушением, зачнет и родит грех. И в конце концов ты совершишь то, что Бог от тебя не хочет, и скажешь, как же так, я же молился. Не обрести победы и тому человеку, который желает жить и по воле Божией, и по воле Своей. Соединить две воли в Своей жизни. Но двум господам мы знаем уже, как служить, это невозможно. И Иаков, апостол Иаков, он говорит, что оно из двух, из одного источника не течет, как бы разная вода, это невозможно. И также в первой главе Иаков говорит, 6-8 стих, но допросит с веру, и немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой, развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть, не открывшись до конца Богу, в тебя не вольется все, что нужно влиться. Сила Духа Святого тебя не посетит. Удивительно, что у Иаков очень много задвоязычия он говорит. Интересно, что он говорит, человек с двоящимися мыслями, говорит, один источник и разная вода, потому что он знал свою проблему. Это человек, который был руководителем церкви, но сказал Павлу, ну вот ради людей пойди и сделай то-то и то-то. Это была его большая проблема. Да, и он так ее, к сожалению, наверное, не решил. Не пытайтесь служить двум господам, это невозможно. Не пытайтесь обрести силу Духа Божия, не веря, что вы ее обретете. Помните старую притчу, я думаю, что это скорее всего притча, когда женщина, бабушка, побыла на богослужении, услышала, что Христос сказал, если с верой скажете горе, уйди, вернесь в море, то она вернется. Приходит домой, а у нее тут гора под окном и мешает солнышко видеть, закат или восход, и она становится на колени, Господи, ты сказал, если я буду верить с горчичное зерно, то горы этой не будет. Встает гора на месте, говорит, ну так и знала, что так и будет. Так и знала. Вот и вся молитва. Я верю, но так и знала. Вы понимаете, ну это же не вера. Вера это совершенно другое. Здесь уместен другой пример. Этот пример про охотника, может быть вы слышали, это скорее всего реальный случай. Охотника было три ученика. И вот он, эти три ученика, уже хочет их выпустить, научил их, и говорит, идите со мной. Подводит их к дереву, на дереве сидит белка. И вот он дает одному оружие, говорит, целься в глаз белке, то целится, он говорит, что видишь? Он говорит, глаз вижу. А еще что видишь? Белку вижу. А еще что видишь? Ветку вижу. А еще что видишь? Облака вижу. Ну хорошо, забирают у него оружие, другое другому. Целься в глаз, то целится в глаз, говорит, что видишь? Он говорит, глаз вижу, что еще? Белку, облака, там все, что хочешь видел. Да, третьему дает, что видишь? Он говорит, глаз вижу. А еще что видишь? Глаз вижу. А еще что видишь? Глаз вижу. Ну а еще что видишь? Глаз вижу. Вы чувствуете разницу между этими охотниками? Почему те были негодными охотниками? Потому что они отвлекались от главного, рассеяли своё внимание. И вот верующий человек сегодня становится на молитву, становится на молитву, «Господи, помоги мне победить этот грех», видит глаз. А потом поплыло куда-то, поехало, встал, в жизни поплыло, поехало, и уже не глаза, уже облака плавают, уже деревья у него видны, и всё. А главной целью, ради чего, собственно говоря, он просил силу Духа Божия, всё рассеивается, глаз, и только глаз надо видеть. Есть только одна цель в молитве — получить силу Божьего Духа, чтобы не впасть в искушение, чтобы не согрешить. Понимая назначение молитвы, это обретение силы Божьего Духа, нам становится особенно понятны советы Библии относительно молитвы. Так когда надо молиться? Три раза в день. Вот видите, что происходит? Мы начинаем понимать, что, оказывается, открываться-то всегда надо для Господа. Вот почему 1 Фессалоникийцам 5.12 «Непрестанно молитесь». Римлянам 12.12, прочитаем ещё один текст, Римлянам 12.12, и тут сказано «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». И Колоссянам 4 глава, 2 стих, ещё один текст, ещё одно послание апостола Павла, он уделял много внимания молитве. Колоссянам 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». С благодарением. Исходя из того, что мы понимаем назначение молитвы, зачем она нужна, это исполнением Духа Божия для победы, то стоит вопрос, а как же надо молиться тогда? Как? Формально? Красивые слова подбирать? Как сегодня он целые петиции, он зачитывает, прямо оно же заслушивается, не молитва, а произведение какое-то. Но не это требуется от тебя. Ефесянам 6 глава, 18 стих, апостол Павел показывает нам, какая должна быть молитва. Ефесянам 6, 18, он говорит. «Всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом, а со всяким постоянством и молением о всех святых. Молитесь во всякое время Духом. Не словами, Духом, сердцем молитесь. Раскройте, чтобы Бог Духом Своим мог сказать Духу Вашему, что вы дети Божьи, что вы приняты им. Молитесь искренне Духом». Ну и, конечно, последний вопрос, он уже, наверное, вы сами сейчас на него ответите. И для чего молиться? «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Так как молитва — это укрепление слабого Духа человеческого, Духом всесильного Бога, то всё становится на свои места. Кому нужна молитва? Богу. Кому нужна молитва? Нам нужна молитва. У него есть Дух. Он силен в Духе. Он не искушается злом. Это мне нужна молитва. Это Он мне должен дать Духа Своего. Поэтому не молитва, как вот семь раз кто-то в день, кто-то три раза в день. Ему это надо три раза? Я Ему и отдам эти три раза. Да не Ему это надо. Это тебе надо. Вот. Сколько я должен молиться? Столько. Сколько я хочу взять от Него силы, Его Духа. Вот столько я и должен молиться. Ощущаешь ты, что ты слабый? Молись. Думаешь, что ты уже сильный? Молись, потому что это неправильно. Ты думаешь. Ты всё равно слабый. Идёт. Всем нам в будущем придётся пережить тяжёлые времена скорби. Нам придётся пережить тяжёлое время скорби, бедственное время Иакова. Нам будет казаться, что Бог нас оставил. Мы будем смотреть глазами Иакова на свои грехи и понимать, что мы обманщики. Что мы грешники. Что у нас нечистые мысли были, нечистые слова. Что мы далеки от совершенства божественного. Даже если мы и многие грехи победим в своей жизни, всё равно сатана найдёт, на что нам указать. Или нет? Найдёт. Конечно же. И вот, естественно, в этот момент Дух Пророчества говорит, когда нам будет казаться, что Отец нас оставил, мы будем вспоминать Гепсиманию, когда Христу казалось, что Отец Его оставил. Но я ещё раз заострю ваше внимание. Там написано, что Отец Его не оставил, а Отец страдал вместе с Ним. И вот эта мысль будет утешать и укреплять нас, что Бог в этот момент страдает вместе с нами. Почему в этот момент Он не открылся Христу? Потому что нужно было показать всей вселенной, как отвратителен грех для Бога, что даже Сыну Своему Он не поможет, ибо грех — это ужасная злоб. Так вот, если Бог, возложившему на Себя Христу грехи, возложившему на Себя Христу, не помог, показывая, как отвратительен для Него грех, то, естественно, будучи мы грешниками, не способны стоять при лицом Святого Бога, будем испытывать вот это чувство разделения и покинутости, оставленности Богом. И Бог говорит, я буду с вами вместе страдать, но видимых знаков я вам не дам в этот момент. Не будет этих видимых знаков. Вот почему уже сейчас в молитве надо обретать силу над искушениями. Потому что если найдется в нас какой-то один грех, который нам нравится, он нас погубит в конце времени. Надо сейчас уже победить до такой степени, чтобы мы могли в скорбное время сказать, вот идёт князь мира сего, а в нас ничего не имеет. Я искренне молился, я боролся с этим силой Духа Божия, я побеждал силой Духа Божия, во мне ничего не имеет. Верите ли вы в то, что это возможно? Написано, что церковь, которую Христос придёт забрать, она будет какая? Святая и непорочная, дабы была она свята и непорочна, омытая в водной бане. Бог слышит молитвы своих детей всегда. В первом послании Петра, в третьей главе, в двенадцатом стихе, первая часть текста написана, «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». Уши Господа к молитвам праведны. Чем больше мы будем просить у Бога силы и побеждать грех, тем праведнее в его глазах мы будем выглядеть, и тем более он будет нас что делать? Слушать. Больше будет слушать, потому что будет понимать, что мы хотим этой победы. Знаете ли, кого больше всего боится сатана? Не богословов, которые знают Библию наизусть. Сатана боит ту душу, которая молится и просит о силе свыше. Для него эта душа — это бастион, это крепость. Он будет ходить вокруг и ничего не может с этой душой сделать, потому что она защищена от искушения. У Якова в 4 главе, 7 по 10 стих сказано, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Так можно победить? Можно. Можно победить. «И убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешные, справьте сердца двоедушные, перестаньте колебаться и вашими нашим. Определитесь, с Богом или не с Богом». Рассказал наш брат миновщиков на собрании. «Братья, сёстры, ну если вам не нравится жить святой жизнью, ну выйдите, идите, живите своей грешной жизнью. Чего вы мучаете и Бога, и Церковь? Определитесь, кому служить. Если мы решили уже это делать, то значит нужно к этому прилагать всё старание. Прилагайте к этому всё своё старание. Покажите в вере свои добродетели. Так, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизьтесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, радайте. Смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь пред Господом и вознесёт вас, и спасёт вас». Итак, молитва — это необычайное действие, при котором Дух искренне молящегося человека получает мощную подпитку от Духа всемогущего Бога. Всесильно укрепляет слабого. И мы начинаем смотреть на окружающие нас события глазами не своими, а глазами самого Бога. В результате этого воздействия Духа Божия человек становится способным противостать любым искушениям и победить дьявола. Приблизьтесь к Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Победив на этом этапе, человек не ступит на первую ступень. Его похоть не сольётся с искушением, не зачнёт и не родит грех, результатом которого станет уже смерть, возмездие за грех смерть. На всю свою жизнь давайте запомним рецепты Иисуса Христа для победы над искушением. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Аминь. Помолимся. Наш многомилостивый Отец Небесный, от всего сердца благодарим Тебя за истинную открытую в Слове Твоём. Многие, я верю в это, уже испытали в жизни своей силу Духа Твоего, силу молитвы Твоей, ответы на молитву. Многие, правда, из нас, может, имеют и негативные опыты, когда молились и потом не получали просимого, не потому что ты не хотел это дать, но потому что не были с той ревностной молитвой. Как часто мы начинаем молиться о чём-то день, два, три, потом забываем об этом, пока грех вновь не напомнит нам о том, что мы не сильны в этом вопросе. Мы не можем смотреть, подобно правильному охотнику, в цель, а мы смотрим на облака, на деревья, распыляемся в своих мыслях. Дай же нам быть твёрдыми во всех путях своих, уповать на Тебя и ставить цель перед собой, как ставил Сын Божий, умереть за рот в людской и человеческой. Исполнился решимости, отдал свою жизнь, даже при тех искушениях, которыми осаждал его сатана, что он никогда не воскреснет и не воссоединится с Отцом. Дай нам вот эту силу Духа Твоего, дай нам, чтобы мы были, как Христос, непоколебимы, твёрдо, уверены, чтобы никакое искушение нас не одолело. Их будет очень много. Не бывает такого, чтобы человек прошёл верующий путь без искушения. Но мы знаем, что в силе Духа Твоего Святого можно победить любое искушение, противостать дьяволу, и он убежит от нас. Сделай народ свой святым. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса. Аминь. И одна семья Иисус, наш Господь. И я так рад, что Он забрал нас вместе. И я так рад, что Отец наш вечный Бог. И я так рад, что Отец наш вечный Бог. Ты и я, мы одна семья. Ты и я, брат, сеструй. И я так рад, что наш Отец небесный дарует нам и радости, и покой. И я так рад, что наш Отец небесный дарует нам и радости, и покой. Мы с тобой, кровью одной, от греха спасены. И я так рад, что со Христом мы вместе в одной семье. И я так рад, что со Христом мы вместе в одной семье. Теперь едины мы, мы семья, мы одна семья. Иисус наш Господь. И я так рад, что Отец наш вечный Бог. И я так рад, что Он забрал нас вместе. И я так рад, что Отец наш вечный Бог. Сейчас мы слушали пение сестры Зины и Сири. А сейчас прославим Господа общим пением. Петербург. Через святой в сад отправился Христос, И во мраке ночи тот крест невидимый он нес. В сад с учениками шел, их оставив в тишине, Он немного отошел помолиться в тишине. Гефсимания, Гефсимания, Закрыла в себе ты Христа. Муки его и страдания, И под кровавость чела. Шел печалью утомлен, На себе грехи неся, К небу ликом устремлен. Нес себе печать креста, Силой мрака искушен, Стяжкой ноши у грехов, Павла на землю в руках он, Помощь просит у отца. Гефсимания, 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 Сокрыла в себе ты Христа. Муки его и страдания, И под кровавость чела. А воочия прошу, Если хочешь, пронеси, Чашу горькую сию, Но ничто хочу, а ты, И решил он до конца Вечно оставаться с нами, И кровавый путь чела Стал его любви слезами. Гефсимания, 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 Сокрыла в себе ты Христа. Муки его и страдания, И под кровавость чела. Хочу напомнить, что в следующую субботу у нас будет жатвенное служение. Всех желающих будем ждать. Также желаем вам благословений на трудовую неделю. Пусть Бог вас благословит. Ждем следующую субботу. Ждем следующую субботу. Субботу.